Своё 19-летие парень отметил недавно, находясь под следствием. Вину он не признаёт, утверждает, что боевую гранату не хранил и не взрывал. Однако обвинение придерживается иной версии. С его слов нашёл ручную осколочную гранату по улице Шулман, которая там же и привёл в действие, взорвал. Ему предъявлено уведение в совершении преступления, приспособление в честь первой статьи 222-го кодекса РФ, санкция статьи, приспособление максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет. Взрыв во дворе дома по улице Шулман прогремел 31 августа прошлого года. Осколки разлетелись в радиусе 20 метров и повредили металлические конструкции. И лишь по счастливой случайности в этот момент рядом никого не было. Хотя громкий хлопок слышали многие. На суде свидетели заявили, именно подсудимый сначала бросил гранату, а потом убежал. Услышал взрыв. На тот момент находился дома, подошёл к балкону, посмотреть, что случилось, а вдруг там что-то произошло. Что вы видели? То, что что-то кинул и убежал. Кинул? Находись где? И куда кинул? Между домом, Чулман-17 и 15-й. То есть вы видели человека, который что-то кинул и убежал? Да. Это человек здесь? Да, да. Кто? Откорка, получается. Откорка, подсудимый случай. Угу. После того, как он кинул, что произошло? Хлопок. Во время слушания стало плохо матери студента. Женщину стало трясти. Однако, когда она пришла в себя, тут же встала на защиту сына, который, по её словам, 31 августа был дома и на улицу вообще не выходил. Он никуда не выходил. На компьютерную переговорку играл и спортировал. На слушание явились не все свидетели, поэтому его пришлось перенести на 23 апреля. Если вина студента будет доказана, ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Юлия Шабанова, Вера Муратова, Максим Галимзянов. Эфир 24.